Когда производители натуральной косметики без консервантов производят свои чудесные, недешёвые средства, никто из них даже не догадывается, что в мире есть Я. Что это значит? Это значит то, что я прорыла вей мир, и я нашла крем, который был выпущен в 2011 году, ещё в старенькой, простенькой, без серебряных крышечек упаковочке. Дату производства я вам покажу потом, фотографии, чтобы вы видели. Могу, в принципе, не полениться подойти и показать вам. Такой человек, как я, будучи экспертом, нарыл всё это благополучно, с помощью своих друзей, знакомых, обширных связей, от Прибалтики до Новой Зеландии, проездом через Австралию, от Германии до Японии, понимаете, не так-то сложно найти заряжалую косметику и проверить вообще, при том, что она хранится не в холодильнике, при том, что она хранится не в каких-то специальных боксах, либо тумбочках, и вообще она спрятана над солнцем, и вообще нормальной температуры домашнего нет. Всё это хранилось в совершенно нормальных домашних условиях. Но из всего, что мы сейчас здесь видим, протух только один крем. Вот здесь была такая вот золиум, бла-бла-бла. Клинкер. Очень интересный. Говорят, что косметика экономная. Да, я с вами согласна, она экономная. Вот этой вот тюбика хватит, чтобы, я не знаю, наверное, семья пользовалась несколько сезонов из пяти человек. Вот это на всё тело. Понимаете, хватит. А запах, запах... Вот это испортилось, кстати. Вот здесь меньше консервантов, запомните. Это правда, я не щучу. Хочу начать сегодня нетрадиционно свой обзор. Мне представили косметику на тестирование. Вот в такой красивой корзинке. Я вот это, между прочим, поставлю в видео. Вот так вот. Значит, скрабик. Первый шаг. Очень мелкодембразийный. Ну, вот, ну, очень мелкодембразийный. Очень просто. Настолько мелкодембразийный, что вот эта микродембразия, вот она забивается в ваши поры, в вашу кожу. И вы потом, бедные, не можете понять вообще, что происходит с вами. Что-то с кожей не то. Правильно вы втираете мельчайшую песчинку в свою кожу. Она настолько мелкая. У нас же женщины какие, как ватрут, так... Американская косметика, к сожалению, на это не рассчитана. Вот. Поэтому смотрите, чтобы скрабирующие частички были больше. Это вот правда от души. Это не 1 апреля. Это нормальный совет. Значит, второй шажок. Так, шаг 2. Вот такая вот сыворочка классная. Step 2. Консистенция. Нормальная пахнет вкусно. Консерванты в косметике. Разумеется, есть. Пожалуйста, не обижайтесь производителей, те, кто это продает. Они есть. Крем сколько лет? До года 3-4. Всем привет. Мы в студии Игоря Толмачёва. Хочу похвастаться. Мне знакомый подарил калечик. Я так давно о нем не читала. Производство Мордор Толкин Компани. Мордор Толкин Компани. Почти Мордор Толкин Компани. Девочки и мальчики. Что я могу сказать? Я, в принципе, все, что хотела сказать, уже сказала. Чудодейственное действие кремов. Чудодейственное действие вот этих всевозможных препаратов. Как это все работает. Я покажу в фото варианте. Вы увидите вообще метаморфозы, которые произойдут вот с этим манекеном. И дальше мы это сравним все еще на кактусах. А потом уже сделаем выводы, можно ли это делать на людях.